Привет всем гостям и подписчикам моего канала Medusa China Gadget, меня зовут Сергей и сегодня у меня необычная очередная распаковка на канале. Вот такая вот огромная посылка ко мне пришла из Китая, это все от компании Basos. Сейчас будем распаковывать и смотреть что же там такое. Это будет только распаковка, а уже обзор этих всех вещей будет постепенно появляться на моем канале после их тестирования. Итак, здесь у нас три гаджета. Первый из них это наушники, это беспроводные наушники новинга от компании Basos. Вот так они выглядят как EarPods, немного напоминают. Девятая модель. Те кто смотрят мой канал, наверное знают, что мои сейчас основные наушники тоже от компании Basos, только самая первая модель. Так что давайте поскорее распакуем и посмотрим как они выглядят. Вот кому интересно спецификации этих наушников, можете поставить на паузу и прочитать. Коробочка в принципе на вид практически такая, как и была в моих наушниках Basos V01. Ух ты, прикольненько так все. Здесь у нас какие-то бумажки находятся, инструкция, видимо гарантийка и вот такая вот штука. Что это? Походу наклейки какие-то. А вот и сами наушники, посмотрите как прикольно они выглядят. Вот так вот выглядит кейс для наушников. Здесь есть кнопка, вот есть индикатор. Ну и внутри естественно есть магнитные контакты. И сам наушник непосредственно вот так вот выглядит. Раз. Да, все на магнитах. Все красиво. Класс, мне очень нравится. Очень так все стильно выглядит. И кстати зарядка у этого кейса USB Type-C. Особо здесь смотреть уже, я думаю, что нечего. Да и в полном обзоре этих наушников я обязательно расскажу о них все более подробно. Не будем останавливаться на наушниках, здесь у нас еще есть кое-что более интересное. Итак, вот оно. Это автомобильный насос. Электрический автомобильный насос. В принципе не только автомобильный, да, можно и для велосипеда, видимо использовать и для мячей, наверное. Ну и вот кому интересно, можете поставить на паузу, прочитать спецификации. Ну и естественно на моем канале будет полный обзор этого насоса. Сейчас давайте распакуем, быстренько посмотрим, что он из себя представляет. Здесь, даже если я не ошибаюсь, есть специальные датчики, которые не дадут перекачать вашу машину. То есть можно выставить давление, которое нужно, чтобы было в шинах. И оно до этого момента накачает и все, и остановится. Здесь у нас куча проводочков. Ого, ничего себе. Ну сам шланг непосредственно, да, для накачки шин. И далее у нас такая вот длинная автомобильная зарядка. Видимо, кстати, судя по картинке, все-таки это прям не беспроводный насос. А его тоже нужно подключать, видимо, только не к аккумулятору, а вот таким образом к автомобилю, к автомобильную зарядку. Естественно, есть чехол для этого всего, да, еще инструкции внизу. Ну и сама коробка с этим насосом, конечно же, тоже присутствует. Вот она. Он такой небольшой, компактный, я думал он будет больше. На картинке казался намного больше. Я почему-то думал, что здесь еще есть и батарея внутренняя, которую нужно просто зарядить, а потом в любой момент заряжать, вернее, накачивать колеса. Но на самом деле, судя по всему, нет. Он просто питается от автомобильной зарядки. Здесь есть четыре кнопки, вот есть два разъема, видимо, индикатор. Кстати, очень на ощупь. Такой приятный, прорезиненный весь. На ощупь очень напомнило старые смартфоны HTC. Они тоже были с прорезиненным пластиком. Сзади очень было приятно их в руках держать. Вот с этим девайсом также. Ну и последний гаджет тоже относится к автомобильной тематике. И это самый, наверное, незаменимый друг, который должен быть, наверное, у каждого автомобилиста в зимнее время, в зимний период в наших странах. Потому что без него зимой практически никуда. Это вот такой вот стартер, можно так сказать. Когда у вас разрядился аккумулятор вдруг, вам не нужно вызывать машину, чтобы от нее прикурить. Есть вот такая вот штука. Переносная батарея. Кстати, вот кому интересно, как всегда, спецификации. Можете поставить на паузу и прочитать. Конечно же, полный обзор этого девайса тоже будет у меня на канале. Я его протестирую и вам все подробно о нем расскажу. Так, немножко коробка у нас почему-то поломалась. Ого, это прям такое тяжелое устройство. Так, здесь у нас остались только инструкции, гарантийки и больше ничего, в принципе, интересного. Нас больше интересует вот эта штука. В первую очередь у нас идет вот такой вот то ли блок питания, то ли что это такое. Я, честно говоря, в этом ничего не понимаю. Дальше у нас есть провод для зарядки. Кстати, не USB Type-C, а microUSB. Обычный провод. Окей. И вот непосредственно сам девайс. Вот так он выглядит спереди. Напоминает какую-то машину, автомобиль. Кнопка. Вот индикатор есть. Вот так можно еще присветить при желании. Это все включается при помощи долгого нажатия этой кнопки. Также, видимо, и включается. Да. Здесь у нас есть USB обычный разъем. Здесь у нас есть microUSB разъем. И здесь у нас есть разъем, куда нужно вставлять вот этот вот девайс вместе с клеммами. Видимо, вот как-то так он подсоединяется. Вот так выглядят сами клеммы, плюс-минус. Здесь все подписано. Очень жестко они открываются, хорошо будут держаться на аккумуляторе. Ну вот, в принципе, и весь комплект. Я не знаю, как лично вам, но мне очень интересно протестировать уже вот эти вот штуки для автомобиля. И, конечно же, наушники беспроводные тоже хочется потестить. Потому что все-таки компания BASIS делает очень неплохие наушники. Да и вообще очень неплохие гаджеты она мастерит. Так что я думаю, что наушники должны быть стоящие. А на этом, пожалуй, все. Вот такое вот добро ко мне пришло. Очень много всего. Очень все интересное. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Ставьте лайк этому видео. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить полные обзоры вот этих вот всех трех девайсов. Я думаю, и вам интересно узнать, на что же способны вот особенно вот эти вот два крутых гаджета для автомобиля. Тем более сейчас такой период как раз у нас, что постоянно разряжаются аккумуляторы, глохнут. Еще, слава богу, не замело снегом, но все впереди, как говорится. Так что обязательно пишите в комментариях, какой из этих трех девайсов вас заинтересовал больше всего. И напишите, наверное, если вы хотите, напишите, почему вас этот девайс заинтересовал. Мне очень будет интересно почитать ваше мнение. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. С вами был Сергей. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok